Середина лета. Жаркий вторник, 15 июля 2014 года. Москвичи в легких рубашках и шортах спешат утром на работу. Душно настолько, что раскалился даже асфальт. Люди бегут по эскалатору, спасаясь от жары в прохладном метро. Для некоторых этот спуск в подземку станет последним. В 8 часов 34 минуты утра поезд останавливается на станции Парк Победы, затем следует в сторону Славянского бульвара. Буквально через пару минут он заезжает в тоннель, а дальше треск, скрежет металла о металл, искры и нескончаемый грохот. Этот поезд разлетается на бесформенные куски. Головной вагон на скорости влетает в стену, второй наваливается на него и сминается гармошкой под тяжестью других. Остальные входят друг в друга. На рельсы слабоосвещенного тоннеля вылетают изуродованные тела пассажиров, двери состава, осколки окон. Авария произошла на том месте, где от основного пути идет ответвление на строящийся оборотный путь, а рядом новая солнцевская линия. На этом участке рельсового полотна, по официальным данным, за несколько дней до трагедии установили стрелку. Она не подключена к электричеству. Как позднее установят следователи, ее закрепили трехмиллиметровой проволокой. В момент проезда состава по стрелке проволока порвалась, в результате механизм перевелся. Головной вагон на скорости около 70 км в час ударился в стену камеры съездов и резко остановился, приняв на себя удар остальных вагонов.